Идея превращения Германии в колониальную державу стала для немцев вопросом практической политики лишь с начала 80-х годов XIX века. После образования Германской империи в 1871 году ее правящие круги во главе с кайзером Вильгельмом I и железным канцлером Отто фон Бисмарком не проявили особого интереса к вопросу приобретения колоний, считая, что еще не окрепшее германское государство не сможет обеспечить им необходимую защиту. Также немцы опасались осложнения отношений с Великобританией, Францией и Россией. Правительство и Рейхстаг отклонили предложение использовать победу над Францией во франко-прусской войне для захвата части ее заморских владений. Но по мере укрепления государства отношение правящей верхушки и общественности Германской империи к колониальному вопросу изменилось. Страна остро нуждалась в ресурсах и новых рынках сбыта. Приобретение колоний рассматривалось также как способ решения внутренних проблем, связанных прежде всего с избавлением от избыточной рабочей силы. Кроме того, само по себе обладание колониями должно было повысить международный статус Германской империи. Преимуществ явно было больше и вскоре над побережьем Камеруна, северо-восточной части Новой Гвинеи, северной частью Соломоновых островов и другими еще незанятыми территориями были подняты немецкие флаги. Захватив территории в Африке, Океании и Китае общей площадью почти 3000 км2 и населением 15 миллионов человек, Германия превратилась в мировую колониальную державу. Среди немецких приобретений в Цинском Китае была колония Дзяо-Джоу, полученная после инцидента в Цзюе. Тогда были убиты два немецких миссионера и это послужило поводом к захвату немецкой военной эскадрой залива Цзяо-Джоуань и ближайшей территории. А менее чем через полгода немцы подписывают с китайским правительством договор о передаче захваченной территории в аренду на 99 лет. Административным центром арендованной территории стал город Цэндао. Немцы превратили город в стратегически важный порт. Морским кабелем германское начальство было связано с важными стратегическими точками по всему побережью Дальнего Востока, а по радио был связан с немецким посольством в Пекине. В Цэндао базировалась немецкая императорская восточно-азиатская крейсерская эскадра, проводящая военные операции по всему Тихому океану. С 1898 года тут базировался 3-й морской батальон. Немецкое правительство провело планировку улиц и создало городской план, существующий и сейчас. В это время был построен и пивоваренный завод, функционирующий по сей день и производящий 12% всего китайского пива. Немецкое влияние распространилось на всю провинцию Шаньдунь, в которой возникли многие предприятия с немецким капиталом. Цэндао был не просто колонией, а административным центром Германии на всем Дальнем Востоке. У него были расширенные полномочия во всех сферах, кроме дипломатических и финансовых. Этим, конечно же, занимались другие люди в Берлине и Пекине. Даже прописка у всех германских подданных, независимо от того, где они жили на самом деле, в Новой Гвинеи или на Маршаловых островах была одна Цэндао. Немцы уделили большое внимание обороне как с суши, так и с моря. Сухопутный фронт прикрывала протяженная система укреплений, состоящая из двух линий фортов и батарей, растянувшихся от бухты Кичао до южного берега полуострова, выходившего к Желтому морю, что составляло примерно 25 километров. Первая линия представляла собой цепь из пяти фортов, в каждом из которых была небольшая группа бетонных мини-крепостей. Толщина этих стен достигала двух метров, а гарнизон у каждой крепости доходил в среднем до 250 человек. Непосредственно впереди этих фортов был протяженный ров глубиной до 4 метров и шириной по дну до 10 метров. Внутри рва были чугунные колья, обмотанные колючей проволокой. Впереди рва на расстоянии от 100 до 150 метров были установлены башни Мартелло для наблюдения за противником. Все батареи были замаскированы искусственно засаженным лесом, ведь подготовка к обороне велась уже больше 10 лет. Пулеметы имели почти все форты первой линии обороны и достигали к моменту атаки почти 120 штук. Морским фронтом Цендау был защищен 8 фортами и 23 орудиями калибром от 88 до 280 миллиметров. Несколько морских батарей были открытого типа. Половина из них была защищена от осколков бетонными перекрытиями или специальными щитами, но другая половина была открыта полностью и считалась самой уязвимой точкой при обстреле с моря. Командовал гарнизоном комендант первого ранга Альфред Мейер Вальдек, он же являлся губернатором Кяучао. Штабом управляло всего 6 офицеров, интендант и 3 военных чиновника. Гарнизон крепости в мирное время составлял 75 офицеров и 2200 солдат. При военном же положении состав укомплектовывался еще тысячи человек. В море дела были еще хуже. Противник мог встретить только 4 корабля, возраст одного из которых перевалил уже за 24 года. Была на базе и авиация, состоявшая из двух самолетов. Хотя на момент атаки самолет остался только один, потому что второй самолет незадолго до атаки потерпел аварию и не подлежал восстановлению. Продовольствия было предостаточно. Германское командование, учитывая опыт порта Артура, заранее предусмотрела этот пункт и запасов крепости могло хватить на 8 месяцев беспрерывной осады, без уменьшения пайка военным и гражданским. Ближе к началу Первой мировой, после недобрых новостей из Европы, руководство крепости начало вести подготовку к обороне. Были отменены все отпуска и отозваны из командировок офицеры. Все части, находившиеся в полях, были возвращены в крепость. При входе в бухту установили дозор из сторожевых кораблей, а патрули усилили солдатами морских батальонов. Стоит отметить, что все эти приказы мейер Вальдек сдавал без указания сверху, руководствуясь лишь интуицией и сводками из Европы. Только в ночь на 31 июля из Берлина была получена телеграмма с указанием принять меры по усилению охраны. А через сутки пришла телеграмма с одной лишь тревожной фразой – угроза войны. 1 августа 1914 года в Германии была объявлена всеобщая мобилизация. А уже 15 августа Япония объявила Германии ультиматум с целью отдать крепость и всю территорию в руки японских властей. 23 августа вследствие игнорирования ультиматума Япония объявила Германии войну. Впрочем, и вести войну по-настоящему, слать свои войска за тысячи километров японцы не намеревались. Прикинув шансы сторон, японцы решили, что прибрать к рукам Тихоокеанские колонии Германии будет не так сложно. А с учетом всеобщего настроя на длительность войны в 3-4, максимум 6 месяцев, следовало поторопиться. Японскими силами командовал генерал Митсуо Камио. До Циндао он не отмечался в каких-либо значимых боевых столкновениях. Во время русско-японской войны он командовал тыловыми частями. Во время сатсумского восстания был сержантом, далее он был старший лейтенант, а потом майор. В общем, карьера катилась плавно и без проблем. В 1902 году он был произведен в генерал-майора. 27 августа перед Циндао появилась японская эскадра, адмирал которой передал на берег сообщение о формальном начале блокады. Это означало, что все нейтральные суда должны покинуть Циндао в течение 24 часов, после чего любой выход будет считаться попыткой прорыва и с кораблями поступят согласно призовому праву. 29 августа японцы заняли несколько островов, прилегающих к бухте. Тем самым они стеснили свободу действий немецких кораблей и обеспечили себя наиболее выгодными условиями для наблюдения. Немцы прекрасно понимали, что на помощь далекой колонии в случае осады никто не придет. Надежда была лишь на то, что Германия быстро одержит победу в Европе. План японского командования тоже был совершенно бесхитростный. Осадить крепость суши, измытать артиллерийским обстрелом и, пользуясь полнейшим превосходством на суше, взять Циндао штурман. Морской фронт использовать планировалось только для подвоза подкреплений, редких вылазок и также редких обстрелов. Дело в том, что Японии было необходимо держать уровень главной восточной морской державы, а рисковать кораблями ей очень не хотелось. Сама блокада выполняла сразу две функции. Во-первых, собственно блокадную никого не впускать и никого не выпускать. Во-вторых, этим самым японцы прикрывали свои десантные силы от удара с моря. И самое опасное от ночной атаки мионос. Немцы, в свою очередь, забросали прилегающие морские территории минами. Высадка сухопутных сил японцами осуществлялась четыре приема эшелона. Прежде всего, самураи нарушили китайский нейтралитет, выбрав местом высадки, удаленную от крепости китайскую территорию. Китай заявил протест, но кому до него в такое время было хоть какое-то дело? Первый эшелон в 7900 человек при 30 орудиях высадился в 200 километрах к северу от Синдау. 6 сентября эта бригада начала медленное движение на юг. 14 числа заняла позиции приблизительно в 35 километрах от Синдау. Здесь она прикрывала высадку следующего эшелона в бухте Лаошань, что примерно в 30 километрах от Синдау. Кроме того, задачу первого эшелона входило прерывание коммуникации крепости с китайской территорией. Второй и третий эшелоны высадились с 19 по 24 сентября. 25 сентября японцы по сходящимся направлениям начали наступать на передовые позиции немцев. Длинную линию самой передовой позиции прикрывать сплошным фронтом обороняющиеся не могли, поэтому они действовали взводными подвижными группами. Большой перевес численности позволял японцам в течение двух суток оттеснить немцев на вторую линию передовых позиций, отстоящую от рва крепости примерно на 5 километров. Здесь бои длились еще около суток, после чего к исходу 28 сентября немцы отошли на линию фартов, началась осада. 29 сентября обе стороны начали проводить осадные и контр-осадные мероприятия. Японцы обеспечивали себе стартовые позиции для штурма. Немцы, естественно, пытались противодействовать этому. Больше всего Майер Вальдек переживал за свой левый фланг, территорию с более открытой местностью и проходящей здесь насыпью железной дороги. Именно левофланговый отряд германцев был самым сильным. Обороняющиеся ожидали штурма сразу же с 29 или 30 сентября. Считали, что для артиллерийской подготовки достаточно корабельных орудий. Однако генерал Камье действовал иначе. Прежде всего им руководила боязнь малейшей неудачи. Как лично для генерала, так и для репутации Японии на Востоке вообще любой неуспех имел бы неприятные последствия. Пишить Камье было некуда, но других вражеских частей на Дальнем Востоке не имелось. Прийти на выручку Цундао немцы не могли. Можно и поосторожничать, установить побольше осадных батарей и покрепче измотать оборону врага. Да и сами немцы были не лыком шиты. Первая же попытка японцев разместить на открытой местности в сфере действия огня артиллерийских фартов была наказана точным обстрелом. Пришлось самураям зарываться в землю. На это ушло до 10 суток. Пику Майер Вальдеку осторожные японцы начали готовить прорыв и на левом фланге немцев, где их могла обстреливать артиллерия немногочисленной германской эскадры, а на фланге, примыкающем к Желтому морю, где крейсировали японские корабли. Примерно до середины октября у японцев не было артиллерии значительных калибров, а наиболее крупные осадные орудия были лишь в конце месяца. Поэтому на первом этапе осады действия носили относительно вялый характер, с не очень сильным взаимным огнем и отдельными вылазками гарнизона. 17 октября на прорыв пошел германский миноносец С-90. Столкнувшись в море со старым японским крейсером Такачи Хо, немцы торпедировали его и утопили. Однако их дальнейшая судьба оказалась не блестящей. К утру миноносец налетел на прибрежные камни и прочно сел на мель. Пришлось его взорвать. Команда же была интернирована в Китае. Впрочем, по официальной немецкой версии, за миноносцем шла погоня. И командир корабля принял решение об уничтожении сознательно. Героем битвы немецкой прессе стал капитан-лейтенант Плющев, летавший на единственном самолете гарнизона. Поначалу был он этаким вольным охотником, бороздившим небо, когда и куда ему вздумается. Но постепенно командование крепости осознало эффективность воздушной разведки и Плющева стали посылать именно для этих целей. Но прославился он бомбардировкой кораблей японского флота. Авиационных бомб в Циндауе не имелось, поэтому их изготавливали кустарным способом из кофейных банок с динамитом. Иногда историки приписывают Плющеву первый сбитый в воздушном бою самолет. Впрочем, более вероятно, что тот просто потерпел аварию. Плющев на своем самолете покинул Циндау накануне падения крепости, захватив с собой некоторые документы от Майер Вальдека главного команды. Кроме самолета Плющева, немцы собрали еще один гидроплан. Накануне штурма он был практически готов к полетам, но его пришлось уничтожить вместе с остальным ценным имуществом. С середины октября японцы, нарастив огнемую мощь под прикрытием установленных свежих батарей, начинают приближаться к позициям немцев. Этот период характерен интенсивным взаимным артиллерийским огнем. Немцы, само собой, старались одновременно мешать земляным работам японцев и подавляли установленные осаждающими батареи. Обе стороны энергично привлекали для обстрела неприятеля боевые суда. Немцы со стороны бухты Киачао, японцы со стороны Желтого моря. 31 октября, в день рождения японского императора, началась финальная бомбардировка крепости. Постепенно в дело включились 280 и 240 миллиметровые орудия. Германские инженеры оказались на высоте. Даже 280 миллиметровые снаряды не пробивали казематы фартов. Однако все остальные сооружения типа открытых батарей, траншей и отдельных опорных пунктов были основательно перемолоты. Кроме того, у осажденных начали иссякать боеприпасы. Считается, что в крепости было много японских агентов. С этим можно согласиться, так как европейцам трудно отличить японцев от китайцев. Но даже если в крепости было много шпионов, то они работали из ряда вон плохо. В частности, им не удалось выяснить, что 6 ноября крепость фактически уже осталась без боеприпасов. В 6 часу утра 7 ноября Майер Вальдек приказал выбросить белые флаги. Однако в предрассветных сумерках осаждающие разглядели их далеко не везде. И на отдельных участках бой продолжался до полвосьмого утра. Что касается потерь, то оценить их сложно. Дело в том, что немцы приказали Майеру в пропагандистских целях заявить о кровопролитных боях в далекой колонии. Поэтому немцы показывают число 800 человек. Японцы потеряли порядка 2000 человек. Колония Киачао и город Циндао оставались под японской властью до 1922 года, когда под нажимом США японцы передали эту территорию Китаю. Япония снова оккупировала Циндао в 1938 году в ходе территориальной экспансии вдоль китайского побережья. Друзья, а на этом данный ролик, посвященный колонии Циндао, заканчивается. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Буду рад подписке, комментарию, лайку, если понравилось видео. Ну или если не понравилось, можете ставить дизлайк.